Я помню, что когда примерно 32-33 года назад я изучал Масегат Юма. Там в первой главе есть такая очень интересная тема, там говорится о том, что перед приходом Ащеха будет противостояние между двумя царствами, царством Исава и царством Персии. Эта Гмара выглядела, то есть тогда это выглядело просто смешанным. Не то, что мы не верили в Гмару, но тогда это казалось странным. Какая там Персия, какое-то жалкое, бедное и хщебное государство. Исава это Америка, это Европа, какое-то противостояние идет речь. Вот мы видим сейчас на наших глазах, как за последние 10-20 лет эта Гмара выглядит все более реальной. Тем более все более реальной. Наши мудрецы, они знали, что они писали. Знали, что они писали. И надо вечно узнать, мы эти любые войны, где бы они начинались, они всегда опасны для нас. Я объясню проявление войны, это проявление того, что мера суда раскрывается в этом мире. То есть, когда разжигается мера суда, но не дай Бога, мы можем попасть под нее тоже. Поэтому, когда речь идет о конфликте между Америкой и Северной Кореей, это тоже чем-то случайно опасно. Когда речь идет о противостоянии Америки и Персии, тоже опасно. Я бы скажу одну вещь. Безусловно, есть огромное чудо, которое делается нами Творец. То, что он поражает наших ненавистников руками других наших ненавистников. Это было время первой войны Персидского залива. Была такая очень интересная ситуация, когда израильские военные деятели давались в бой бомбить Ирак. В ответ на ракетные обстрелы. А Америка не давала. Не давала. Не давала. Но как она не давала. То есть это было убеждение, что мы и так с вами справимся без вас. Была такая очень интересная заметка в газете, что саудовская авиация бомбила ракеты, которые направлены на Святую Землю. Саудовская авиация была в коллекциях с Америкой, они бомбили Ирак. Я имел просто такое плотское удовольствие от этой заметки, как Всевышний руками наших врагов воевает наших других врагов. Безусловно, если Всевышний спасет нас руками Исава, то это только хорошо. Однако ситуация, любая ситуация войны, она опасная. Если иных ситуация, она является признаком приближающего прихода Мащеха, то надо молиться, чтобы пришел, надо молиться, чтобы пришел Барахамин с большим милосердием. Всего хорошего. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...